Дело еще, конечно, далеко не сделано. Рим не распространил свою власть на весь мир, поэтому нам предстоит еще очень-очень долго заниматься вот этим вот делом. И мы продолжаем, продолжаем следующий ход. Ну, видите, да, у нас на кону стоит Галлия. Необходимо усилить туда натиск, потому что с Карфагеном мы реально обломались. Так, ну что же, нас сразу взяли в осаду. И так, я иногда буду хрипеть, подкашливать, потому что немножечко неважно себя чувствую, но тем не менее, вы уж не обессудьте. Так, что тут у нас? Получается, надо переформатировать войска и сделать, чтобы Сигестика могла самостоятельно обороняться и приносить уже какую-то пользу. Давайте дороги сделаем. Сигестики, ну, остальное закажем уже, чтобы не возвращаться к этому вопросу. И отправим на помощь наши войска. Я так вроде бы не предвижу, такийцы не должны нападать на Сигестику, поэтому здесь должно быть все нормально. Потавий, что нам скажет Потавий? Храм, святилище Бахуса. Святилище Бахуса. Давайте мы. Это дело, оно посвящено Юпитеру, это наши римские святилища, наши храмы, поэтому изначально они строятся. То есть, здесь как раз та стадия городов, когда мы строим эти святилища. Так, ну и, конечно же, подкрепление. Вы сами понимаете, что мы так быстро не справимся с этим чувачком гальским преемником фракции. Ого! Да, это у нас, по ходу дела, очень такой крутой чувак нам пожаловал, причем с несколькими звездами опыта. Ну что ж, будем стараться усилить наши ряды для того, чтобы разобраться с этим крутым чуваком гальским. Искренне надеюсь, что наши отряды смогут это сделать. Так, у нас здесь конница есть, еще необходимо заказать парочку отрядов, я думаю, конных. Так, и, конечно же, направляем на подкрепление. Пускай они... Ай-яй-яй, как-то они так подошли нехорошо, ну да ладно. Так, ну что здесь, в Каралисе у нас какие здесь порядки-беспорядки. Здесь ничего не растет, ничего нету. Здесь, собственно говоря, тоже у нас статус-кво. Здесь Брути и Сцепионы занимаются всем этим делом. Ну, ого, да, Сцепионы так неплохо высадились. Давайте поможем им, возьмем что ли в осаду этот город. Атакуем, какая нейтральная фракция. Если наши братья римляне с ними воюют, значит она никак не нейтральная. Это Македония, необходимо ее замочить. Подавить ее сопротивление, чтобы власть рима распространялась дальше. Так, здесь все ясно, прибыль идет у нас. Так, ну, поселение в осаде, мы этим озаботились уже. Так-так-так-так-так, ну что же, я так понимаю, мы можем перейти к следующему входу. Видите, войска, конечно, гальские очень многочисленные. Поэтому нам придется очень сильно постараться, чтобы их выдавить. К сожалению, завязались мы в эту войну рановато. Но, сейчас это все решится. Перейдем к нашим делам. Так, это мы знаем, это было, это ясно. Сообщение о строительстве ясно, в принципе. Сенат, да, нашей фракции никаких должностей не досталось. Ого, у нас минусы такие полезли. Ай-яй-яй, некрасиво. Нужно снять осаду, потому что экономика страдает от этой осады. Так, ну что, на поле боя. Беремся за непосредственную битву с этими ребятами. В сражении само по себе численное превосходство не дают преимущества. Не надо идти в атаку, опираясь только на голую военную мощь. Сун-дзы. Да, это факт. Необходимо правильно расставить войска, правильно учесть расположение противника. Ого, у нас проблема, мы в лесу воюем. Это ограничивает, во-первых, обзор, это раз. Во-вторых, конечно же, не позволяет правильно расставить отряды. Потому что рельеф местности учесть очень трудно, из-за того, что все покрыто деревьями. Хотя, вроде бы, рельеф равномерный, но тем не менее. Важно не распалять войска, но как же их не распалять, если их так много? И противника нашего много. Вот это очень негативный фактор. Когда войск мало, и когда они сосредоточены в одном месте, то в лесу воевать легче. Ну, а так, конечно же, будет трудность. Ну что ж, объединим наши конные отряды в одно. Ну, постараемся их расставить так, чтобы они смогли атаковать врага. Опять же, тактика та же самая. Мы принимаем натиск врага первый, и потом начинаем контратаковать. Но сначала, безусловно, все это в защитном положении. На автоматику ставим пилумы или копья. У нас даже есть один отряд собачек. Давайте их сюда поближе подведем. Не будут таким раздражающим, отвлекающим, возможно, фактором, который сможет как-то рассеять врага. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко. Ну и, собственно говоря... Собственно говоря, на какой же фланг расположить конницу? Ясно, что она вся у меня будет вместе. Такая же у меня привычная тактика. С двух сторон я все равно не успею контролировать все процессы. А если с одной стороны они усилят натиск, то хотя бы несколько отрядов побегут. Поэтому я ставлю всю конницу вместе. Так же, как и пешие отряды. Только собачки у нас будут отдельно. В третьем, получается, отдельном отряде. Ну и на защиту. Ставим пехоту на защиту. Поехали! Подкрепления, конечно, до нас дойдут неизвестно когда. Но будем надеяться, что это произойдет чуть раньше, чем нужно. Но я склонен, конечно, к тому, что это может произойти чуть позже, чем нужно. Так, кто нас встречает? Какие войска у них? Ого! Да, у них кавалерия, конечно, сильная. Тяжелая кавалерия, по ходу дела. Пехота эта пока легкая. Я бы очень не хотел видеть в их рядах мечников, которые могут причинить значительный ущерб нашим отрядам. Так, вот основной фактор риска. Это тяжелая кавалерия врага. Видите, если на мини-карте смотреть, то враг немножечко как-то смещается в сторону. Они хотят атаковать немного в сторону от конницы. Ну что ж, будем принимать их условия. Наша конница, в принципе, готова. Ждем, ждем первого шага врага. Они, я так понял, не остановились. Они продолжают двигаться. Потихонечку смещаясь в сторону. Опять же, как-то они переформатируют отряды. Ага, наши... Да-да-да, они уже подобрались к нашим собачкам. Давайте, ребята, за дело. Псы войны, вперед. Боевые псы, вернее. Они способны понизить дух вражеского отряда. Они способны нанести кое-какой ущерб и занять врага противника на определенное время. Ослабить его, по крайней мере. И они обходятся не так дорого. Да, тут такое побоище. Это крестьяне у них. О, позор. Ну что ж, первое столкновение произошло, но толку от него никакого абсолютно я не вижу. Просто наших собак перемололи. Но ущерб, нанесенный врагу, незначителен. И вот то, что как раз вот эти вот ребята пробегают через ряды, понижают дух наших солдат. Кстати, у городской стражи шлемы очень интересные, да? Такие они даже мне больше, эти шлемы, нравятся, чем у гестатов. Так, в ход пошли пилумы. Как-то нету такого жесткого прямого противостояния. А нет, есть. На этом фланге уже мы забурились. Все, противник здесь побежал. Ну, потому что слабые у них там войска городская. Так, понял, стража. Ого. Тем не менее, тяжелая кавалерия здесь устраивает. Нашим солдатам очень-очень серьезно. На испытание необходимо вводить кавалерию в бой, однозначно. Иначе мы потеряем целое крыло. Так, валите этого генерала. Давайте, ну нате, же ж посильнее усиливайте. Что же вы остановились, так застопорились. Так, серьезно они противостоят, конечно. В нашей кавалерии абсолютно опыта нету, поэтому здесь возникает проблема, конечно же. Есть! Мы генералы их не уничтожили. Отлично. Так, ну теперь, теперь все поменялось. Теперь их ряды дрогнули. Нам осталось лишь добить врага. А добивать и есть что, потому что отряды еще остались. И желательно, чтобы их потери были максимальными, чтобы мы больше не разбирались с этим противником. Так как закрепиться на линии этих городов очень важно для нас. Там есть мосты, горные ущелья, на которых можно поставить определенные преграды, через которые противник так просто не придет. Так, конница, давайте, давайте, давайте. Усиливаем натиски, добиваем врага. Зачем? Зачем вот эти все приключения? Да, не так легко, с больным горлом. Назвучивать, конечно. Тем не менее. Постараюсь, постараюсь сделать это. Так, есть еще один отряд дрогнул. Все, все. Победа, безоговорочная победа. Ну, союзник, как всегда, не вошел в орбиту наших прямых отношений с врагом. Все, отбили замечательно. Потери фактически минимальные. Они, конечно, есть, но они, тем не менее, минимальные, можно сказать. Так, и у нас характеристики полководца увеличиваются. Это замечательно. Так, давайте-ка мы в эту сторону пойдем. Потому что враг, как я вижу, по их сосредоточениям группировок, враг будет с той стороны на нас в основном нападать. Расформируем ненужные нам отряды. Да, я так и знал. Вот идет ихнее подкрепление. Я так понимаю, на следующем году мы ввяжемся в очень жестокую битву. Которую нам крайне важно выиграть. Иначе все обернется против нас. Идем подкрепление более опытного военачальника, который поможет нам победить. Так, к сожалению, здесь мы вынуждены оставить опытные отряды. Потому что поселению все-таки нужно защищаться. Я не знаю, как поведет себя тот дакидс, который пришел с отрядами. Если он атакует Сегестику, то тогда мы ее потеряем. Было бы неплохо ее сохранить все же. Область-то большая. Она фактически больше, чем все наши города в Италии вместе взятые. Так, ну что, здесь мы подсуетились. Теперь посла нашего посылаем дальше. Ну и приступаем к нашему, так сказать, историческому немного рассказу. Мы уже поговорили про Альбалонгу, про Ромула и Рема. Про основание Рима. Про римлян и сабинян, которые фактически объединились. Да, есть то, что мы и говорили. У нас теперь конфликт с Бреном хитрым. Но давайте посмотрим, насколько он хитер. Опыта, конечно, у него, как у полководца, больше, чем у нас. Мало проку войска за границей, если дома им некому дать мудрый совет. Цицерон. Да уж, если управления нету, то войска просто-напросто проиграют любую битву. Опять тот же самый расклад. Опять тот же самый... Немного другая, конечно же, тактика. Мы не в лесу. Теперь можно поменять все эти условия. Постараться, чтобы их войска распылились и обходили, возможно, преграды, а возможно и нет. Возможно, это неудобно будет и нам самим. Для того, чтобы контратаковать. Конница тогда не сможет разбежаться. Хорошо. Нужно где-то здесь на этой линии поставить. Мы будем немного на возвышенности. Конница сможет сверху атаковать. Давайте сбоку поставим. Наши конные отряды. Опять же, их объединим. Конечно же, в единый такой большой отряд, чтобы они усилили натиск в необходимый момент. Так, ну и вернемся к нашим королям-царям римским. Как помните, Ромул исчез во время бури, во время празднований. Сенаторы сказали, что его на самом деле небеса взяли к себе, то есть боги взяли к себе. Понятное дело, что умные люди, очевидно, поняли, что сенаторы просто-напросто его убрали. То есть убили и где-то похоронили так, чтобы никто не видел. Таким образом, сенат забрал себе власть. Да, в какой-то мере они были правы, потому что Ромул стал диктатором на то время. Зазвездился и, соответственно, принимал неадекватное решение. Поэтому в этом отношении, конечно, это был правильный поступок. Но, с другой стороны, сенаторы не смогли обеспечить надлежащую власть после смерти Ромула. То есть, получилась какая фишка? То, что они решили, чтобы не было единого правителя, править каждый по отдельности. То есть, не по отдельности, а по порядку. То есть, 100 сенаторов, получается, на то время было. И они решили, что каждый будет править ровно одни сутки. Вы представляете, насколько большой беспорядок начался. Один человек принимал одни решения на другой день. Другой человек принимал другие решения и так далее. Поэтому, ого, да, войско тут, конечно, серьезно нас встречает на этот раз. Сильно легко нам отвертеться не получится. Ну, понятное дело, генеральский отряд тоже тяжелая кавалерия. Но у этих, вроде бы, пехота легкая. И немножечко у нас получилось конница так стоит. Хотя, хотя мы сможем с этих флангов натиск увеличить. Они перестраиваются, затормозились. Ну, в общем-то, пока они перестраиваются, как раз вот сенаторы, да, 100 сенаторов они правили. И в народе вышла такая поговорка, что вместо одного тирана мы получили 100. То есть, 100 правителей, которые сами не могли между собой разобраться. Понятное дело, что сенаторы поняли, что так не может долго продолжаться. Иначе народ сам решит судьбу государства. Поэтому они решили выбрать какого-то одного авторитетного правителя. Да, здесь войска у них посерьезнее. Уже есть броня, уже есть спецотряд. Вот эти с серпами. Ребята, я не помню, как они называются. Так, 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 так. Ну, что? Что мы можем? Немножечко развернуть, я думаю, да, наши отряды. Для того, чтобы более эффективно принять их нападение. Вот эти вот деревья, конечно, мешаются на визуальной стороне. Ай-яй-яй, они так нехорошо нас обходят. Я бы не хотел, чтобы они атаковали нас так. Но есть негативный фактор, то, что наши отряды теперь реально смешались. И получается, они настолько эффективно теперь построятся. Ай-яй-яй-яй. Как-то хитро они все-таки поступают. Они хотят реально нас с тыла обойти. Некрасиво, некрасиво. Надо было выше чуть-чуть туда на холме расставить. Немножечко под углом. Всю нашу пехоту. Тогда было бы более эффективно. Да, теперь, конечно, это не будет настолько эффективно. И мы можем попасть в просак. В общем-то, сенаторы решили выбрать одного человека. Ну и проблема была в чем? Выбрать либо собинянина, либо римлянина. Так как Ромул был последним правителем, был римлянином, то решили, что по справедливости лучше будет собинянина. И был такой собинянин, Нума-Помпири. Ясное дело, что это не был человек с улицы. Это был, кстати, если вы помните, был соправитель у Рома. Ромула. Это был Таций. Тит Таций. И как раз Нума-Помпири был женат на дочери этого Тация, которого убили. Да, и Ромул стал править потом единорично. И вот они решили обратиться к нему, чтобы он стал правителем. Но об этом чуть-чуть позже поговорим. Я вижу, у нас натиск усиливается. Отряды врага немного затормозились сзади. Вместо этого их вождь пошел в прямую атаку. Сдерживает реальные атаки нашего отряда. Я искренне надеюсь, что мы опять же убьем генерала и опустим их. Ага, вот они как хитро. Как-то они неправильно. Они усиливают атаку, но не сильно быстро. Усилили, потом обратно остановились. Если бы они вместе натиском... Есть! Опять мы провернули ту же самую штуку. Все. Короче, победа у нас, я так понимаю, почти в кармане. Хотя некоторые наши отряды обратились в бегство. К сожалению. Тем не менее, все же основные силы противника мы сломили. Теперь необходимо выделить подкрепление тем флангам, которые страдают. От поражения. Здесь уже пусть конница разбирается. Я думаю, они добьют. Большинство отрядов так. Необходимо им развернуться. Выгоднее все же захватить этот угол. А наша пехота... Пехота разбита. Почти разбита. Есть отряды, которые еще стоят, но в основном пехота очень сильно пострадала. Но так как у нас основная сила это конница, да, есть последний отряд обратили их в бегство. Ну, почти последний из того фланга еще там отряды остались, но это уже не проблема. И я вижу, что все-таки мы одерживаем победу, как-никак. Ну, поражение потерпеть в этой ситуации я не знаю. Это уже... Кем надо быть, чтобы потерпеть поражение? Все, фактически последний отряд остался. Сейчас мы с ним... Нет, два отряда еще остались. Конница опять же. Легкая причем конница. И еще отряд, боевая группа легкая пехота. Галов. Ну, все. Судьба их не решена. Наша конница сейчас сметет их не ряды. И мы закончим на этом битву. Поэтому я не переживаю. Продолжаю рассказывать о Номео Помпилии. Что это был за человек? В общем-то, для царской должности он, с одной стороны, подходил. С другой стороны, нет. Он больше был философом, чем правителем. Как вы понимаете, Рим в то время был агрессивным таким образованием новым. Которому необходим был какой-то вот такой правитель, как полководец больше, который имел вести войны. Ну, может, же Помпилий, он как раз не был таким человеком. Он был больше философом. Он проводил много времени в разных таких философских настроениях. Часто любил прогуливаться. Размышлять о жизни. Размышлять о разных правилах. О разных божественных каких-то законах. Был религиозным человеком. Как вы понимаете, да, победа у нас. Завершаем битву. Как вы понимаете, римляне в то время... Те римляне, ну, сабиняне, соответственно, тоже. У них была религия, как бы, множественная. Было очень много богов. Божков, богинь. Разных, как по подобию греков. Да, муз разных. И так далее. Фактически у каждого, у каждой горы, у каждой речки был свой какой-то бог или богиня. То есть верили во многих. Тем не менее, самыми главными это были, ясное дело, это Юпитер. Которому поклонялись как основному богу. Как аналогу Зевса у греков. Также Марс, само собой, разумеется, бог войны. Один из основных. Вернее, ну, после Юпитера самый основной бог римлян. Так как римляне очень любили воевать. Нума же был человеком миролюбивым. И предпочитал богов более мудрых. То есть, например, термин. Это бог всех границ, правил, установлений. И также Янус. То есть двуликий бог. Бог начала и конца. Бог порядка. Бог, в общем-то, можно сказать, такой себе света и солнца бог. То есть, бог добра. Если на то пошло. Понятия добра и зла у римлян не существовало. Вообще у древних народов многих не существовало. Понятия добра и зла именно в христианском таком. Интерпретации в христианском. В христианской. То есть, у них было чуть-чуть все по-другому. У них было полезно или вредно. Возможно, авторитетно, не авторитетно. То есть, опять же, почитались отцы семейства, патриархальное общество, то есть, матери и так далее. То есть, сильны были вот эти такие еще с древних племен правила унаследованные. Новая битва, да? Ну, как вы понимаете, мы не можем избежать ее, к сожалению. Опять же, не можем. Обойти врага. Наше войско сократилось. И, тем не менее, ускоряемся, в общем-то. И ждем, пока враг к нам придет сам. Потому что с высоты спускаться к врагу нет никакого желания. Как вы видите, силы у нас фактически равны. Я, опять же, искренне надеюсь на некую неопытность врага. Потому что наши отряды, хотя и приобрели определенный опыт, тем не менее, их считать опытными все же не стоит пока что. Все в начале находится. Так, какие-то там перетасовки происходят у врага, я не могу понять их. Давайте уже поближе, приближайтесь и давайте уже в бой завязываться. Да, все, они вроде бы выставились окончательно. Ну, давайте поближе, давайте, давайте, подходите. Ну, пока что... Пока что они решили вперед лучников и обстреливать наши ряды, но реагировать на это не знаю. Давайте собак пошлем. Пускай они с этими лучниками разбираются. Немножечко они заняли их, прогнали. Пускай так и будет. Давайте вперед. Отряды поведем. Для того, чтобы враг... Нет, враг почему-то хочет отступать. Не хотят они с нами завязываться в прямой бой. Непонятно почему. Ну, вернее, мне понятно почему. Потому что они все-таки умны. Поэтому мы нападем на них. Атакуем их. Надеюсь, наша конница... Да, есть. Прорвала ихние ряды. Смяла два отряда. И теперь осталось разобраться с генералом. Все, полководец их не побежал. Ну, и победа, как вы понимаете, снова за нами. Хотя потери мы понесли очень сильные. Можно было немножечко мне эту битву проводить. Но если каждую битву проводить с желанием минимальных потерь и так далее, то, поверьте мне, прохождение затянется очень надолго. Честно говоря, моя мечта такая большая это пройти все игры серии Total War и до выпуска Рима второго. Но я сомневаюсь, что это получится и по времени и так далее. Ну, хотя бы давайте пройдем Рим. Рим первый. А потом уже будем говорить об остальных частях. Все, генерала ихнего, ну, так называемого мы убили. Войска прогнали. Все, победа на нашей стороне замечательная. Так вот, ну, а Помпилий сначала отказался как человек миролюбивый. Он сказал, что Риму как раз нужен какой-то агрессивный такой полководец, чтобы им правил, чтобы отбивал атаки врагов. Так как, сами понимаете, враги у Рима все-таки были. Причина проста. Беглые рабы. Вот эти законы, которые способствовали присоединению к римлянам людей отверженных, возможно, преступников, беглых рабов, кого-то еще. Все, победа, наши потери все-таки в три раза, в четыре почти раза превосходят вражеские. Это хорошо. Хотя можно было бы меньше их. Так, но мы приближаемся к Масилии. Я бы хотел захватить Масилию и здесь на мосту установить блокаду. Это было бы крайне эффективно, мы смогли бы отбивать любые атаки врага. Единственное, что застопорить еще то ущелье. Продолжение следует...